Смотрите, что произошло с нашей матрицей. Дефектная сторона, где у нас были дефекты, я ее отремонтировал. Сделал я это достаточно просто. Я отшлифовал места дефектов, отшпаклевал их, вышкурил и перекрыл сверху двумя слоями гель-коута. Гель-коут я носил с пистолета. После того, как гель-коут высох, я его перешлифовал. И, собственно, все. Здесь у нас 800 риска, и сейчас две половины, обе половины, они покрыты уже воском. Теперь наша задача эту матрицу собрать. То есть подготовить ее к формовке. Она у нас еще не просверлена. Это можно было сделать сразу же после того, как мы ее отформовали, перед тем, как разбирать. Но по каким-то причинам я этого не сделал. Поэтому я сделаю это сейчас. То есть я возьму просто и просверлю отверстие, чтобы нам собрать ее на болты. Мы просверлили отверстие. В дальнейшем мы матрицу будем собирать на болты. От этих штук, от струбцин, мы отойдем. Они нам больше не нужны. Напомню, для чего мы сделали разборную матрицу. Для того, чтобы мы без проблем вытащили наш шлем после формовки. Теперь нам нужно создать герметичный контур. Для того, чтобы в момент вакуумной инфузии мы могли спокойно поймать этот вакуум. Потому что если в этих местах у нас матрица будет пропускать, у нас не будет вакуума, и мы в принципе не сможем провести никакой процесс. Вот матрицу мы будем фиксировать на герметик. На обычный шовный герметик, который использует автослесаря для прокладок фирмы Абра. Перед тем, как наносить герметик, мы вот эти две половинки сейчас отобьем скотчем. Мы вот эти места стыка замаскируем скотчем, чтобы когда мы сюда нанесем герметик и будем матрицу скручивать, излишки герметика будут выдавливаться наверх, чтобы нам не испачкать поверхность матрицы, мы ее чуть-чуть подмаскируем скотчем и тем самым сформируем очень ровный стык. Делается это достаточно легко. То есть мы клеим скотч практически в край. Примерно так. Вот если у вас получится наклеить его сплошняком, одной лентой, супер. Если не получается, можно делать это так же, как делаю я, то есть кусками. Абсолютно не имеет никакого значения. Вторую сторону мы клеим аналогично первой. То есть здесь все повторяется. Вообще история повторяется. У нас должна получиться вот такая история. После того, как мы нанесем герметик и скрутим болтами нашу матрицу, излишки у нас выдавятся. Мы их здесь подберем вот таким образом. Снимем скотч и у нас получится ровный шов. Наносим герметик. Герметик наносим в перчатках. Используем вот такой вот Абра. Мы нанесли герметик, не доходя до края детали. То есть мы отступили где-то миллиметр три. С тем учетом, что когда мы две половинки сведем, он у нас будет распределяться по всей плоскости. Вот. И я сюда снизу еще добавил второй контур, чтобы на сто процентов быть уверенным, что у нас создаться вакуумный контур. Теперь мы его соединяем. Чик. Дальше банальная работа. Болты и гайки. Дальше банальная работа. Гаечки все затягиваем Сильно тянуть не надо Нам нужно, чтобы между стенками матрицы Осталась небольшая прослойка Состоящая из герметика Поэтому сильно я не затягиваю Я просто фиксирую плотно Излишки герметика выдавились И теперь нам нужно их собрать Буду применять вот такую Волшебную палку После того, как мы протянули И сняли излишки герметика Мы снимаем скотч Вот так вот аккуратненько Снимаем скотч После того, как мы сняли скотч У нас получился ровный шов Вот Теперь мы нашу матрицу оставляем До завтра Герметик у нас должен высохнуть Пока герметик будет сохнуть Мы с вами будем готовить материал Для видового слоя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok